МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, дорогие друзья! История, в которой нам сегодня надо разобраться, очень проста. Даже на первый взгляд слишком проста. И с первого же взгляда сразу видно, что в ней очень многое неправильно. Не точно, не выверено, не сходится. Но ничего уже теперь с этим не поделаешь. А успех, который, конечно же, есть в середине этой истории, нам ведь очень часто приходится расследовать все, что связано именно с успехом и с его секретами. Так вот, этот успех ни разгадать, ни развить все равно невозможно. Только повторить много-много раз подряд. Причем это никогда не надоест. Произведение, которое позвало нас в дорогу, на языке оригинала называется «Эль консьерте де ранхуэс». Ранхуэсский концерт для гитары с оркестром. Имя автора – Хоакин Родриго Видре. И мы как раз там, где это произведение находится у себя дома. Раз уж автор эту музыку связал с географическим названием, то вот оно, пожалуйста. Населенный пункт Оренхуэс. Регион Кастий-Эль-Наманча от мадрецкого вокзала Атотча 45 минут на электричке. Пойдемте разбираться. Вот для начала давайте немного помечтаем. Если бы нам с вами удалось найти человека, а людей таких на планете Земля, на самом деле очень немного. Людей, которые никогда не слышали оренхуэсского концерта Хоакина Родриго, если вы думаете, что вы не слышали, то наверняка очень скоро ваше заблуждение тоже развеется. Но если бы нам удалось такого человека найти и спросить его, вот так просто, непредвзято, в легкой форме, как он думает, насколько старая эта музыка? К какому она относится? Веку, стилю, эпохе? Ведь очень разные подсказки дает нам звук, если это просто звук, ни с чем не связанный, ни к чему не привязанный. Могут быть самые разные ответы, но на самом деле все это было очень и очень недавно. Оренхуэс – городок маленький, как мы с вами, конечно же, заметили, еще раз заметим, и еще нас ожидает прогулка по практически одноэтажному населенному пункту, где все друг друга знают. Ну, или почти все думают, что знают почти всех. И, конечно же, здесь все знают Родриго, причем называют его просто Акавеса по-испански – голова. Вот памятник. Причем, конечно же, по форме очков можно заключить, что этот человек занимался интеллектуальной работой. Ну, еще, правда, кое-что можно заключить, но об этом чуть позже. Сеньор Родриго скончался в конце 99-го года прошлого века и дожил до 97,5 лет. Причем большинство наград, которые, естественно, должны были найти и нашли, давно вышедшего на пенсию профессора Мадридского университета по кафедре истории и музыки, встретились с ним, и он их получил как раз в возрасте примерно таком же, за 90. Последний из этих наград, кстати, был французский орден, кавалером которого он стал за, конечно же, все те прошлые заслуги, что мы и должны расследовать, в которых мы должны разобраться. Само произведение значительно старше наград за него. Оно впервые прозвучало дважды в конце 40-го года прошлого века, первый раз 9 ноября в Барселоне, а затем 11 декабря в Мадриде. Ярчайший, заметнейший отпечаток на этом концерте, конечно, оставила личность человека, которому он посвящен. Это знаменитый гитарист Рахино Саенс де ла Маса. Но, говорят, сам Пако де Люсия выучил даже нотную грамоту ради Орнхуэстского концерта, чтобы правильно его сыграть. Но то уже ближе к концу 20-го века. А пока на мадридской и особенно барселонской премьерах о начинающем авторе публике лишь сообщили, что он учился в Париже, в Эколь Нормаль, у Поля Дюка, что он пианист, никогда не брал гитары в руки и не пытался для нее что-то сочинять. Более того, публика сошлась во мнении, что проникновенная, медленная часть концерта это ответ художника на те события, которые послужили основой для возникновения не менее знаменитой сегодня картины Пабло Пикассо с говорящим трагическим географическим названием Герника. Друзья, вы обратили внимание, как часто в нашей истории встречается слово «почти» или как по-испански говорят «коси». Почти угадали те, кто по логике вещей мог бы быть абсолютно прав. Действительно, все события, связанные с Герникой, прежде почти никому неизвестным, маленьким населенным пунктом в стране басков в Испании, с его варварской бомбардировкой, имели место в 1937 году. Точно так же фактом европейской истории, европейского мышления, коллективного сознания являются тревожные ожидания, связанные с неминуемой, стремительно надвигающейся войной. Не такой, какая еле-еле успела закончиться в Испании, не гражданской, а мировой войной. И в 1939 году это было совсем близко, а в 1940, когда впервые исполняется Оранхуэрский концерт в Барселоне и Мадриде, война уже полным ходом идет. Кстати, именно она закрыла сеньору Родриго дорогу в Париж, где совсем не весело и не интересно под управлением немецких оккупационных властей. Уже. И так будет довольно долго. Но при чем же здесь Оранхуэс? Вот в этом и заключается то самое почти. При чем здесь тот самый город, который прежде всего славен летней резиденцией испанских королей, а Родриго никогда, кстати, и не скрывал, почти ничего не скрывал, что связывает его именно с этим местом. Именно здесь он провел один из самых счастливых периодов своей долгой, интересной жизни. После того, как 19 января 1933 года был заключен в Валенсии на его родине, брак между ним и фианисткой турецкого происхождения по имени Виктория, с которой они познакомились в Париже, сюда приехала пара, чтобы провести тихо, спокойно в уединении медовый месяц. Разумеется, они гуляли в тех знаменитых садах Оранхуэса, которых очень много вокруг Королевского дворца. Они по-разному называются, в разное время посажены, хотя и одновременно спланированы. Собственно, заказчиком и генподрядчиком изначально выступал еще в далеком 16-м столетии сам Филипп II. И именно эти сады, которые защищают дворец не только и не столько от любопытных глаз, сколько от пыли и неприятного, хотя и теплого испанского ветра, делают Оранхуэс летней королевской резиденцией. Всегда, говорил сеньор Родриго, с ним останутся те запахи магнолий, те звуки пения птиц, хотя на самом деле в январе и феврале здесь не так много пленительного. Сами видите, сколько голых веток. Растительность жива и дышит только вечно зеленые. Вот листья в изобилии под ногами шуршат это, да, а до весны с ее бурным цветением, бурным разливом ароматов и звуков птицы опять же еще не прилетели. До всего этого довольно далеко. Но нам непременно надо запомнить те три детали, что сам Родриго называет источниками своего вдохновения. И это зафиксировано в музыке рунхуэрского концерта. Ароматные магнолии, щебечущие птицы и бьющие фонтаны. Интересно, наведет ли нас это перечисление на какие-нибудь особые мысли в ходе дальнейшего расследования. А может уже навело? И еще, что нам непременно надо запомнить, это тот факт, что рунхуэрские сады от многих похожих отличаются и тем всемирно известны, что они вот реально огромные. Посмотрите, отсюда даже не видно, где забор заканчивается. Все это пройти из конца в конец несколько часов бодрым шагом, а то и полдня. К тому же здесь не очень тепло. И в 1933 году было не теплее. А вот помимо вдохновения, знаете, вопрос, который уже очень давно вертится на языке. Кажется, пора его задать. Позвольте, а на каких таких особых основаниях молодой человек 30 с небольшим лет ни родственник кого-то из высочайших особ, ни кум, ни сват, ни брат, ни знаменитость, ни звезда, как мы помним, на гитаре он вообще играть не умеет, даже не доучившийся еще по своей второй парижской специальности музыковедения, ничего еще толком даже не начавший делать в большой взрослой жизни, вот так свободно гуляет по обширнейшим королевским садам, мало того, живет с молодой женой в королевском дворце. Потрясающая красота Иранхуевский дворец. А чтобы ответить, наверное, проще всего нам будет вспомнить, что происходило, скажем, со знаменитой резиденцией романовской семьи в Крыму с Ливадией в 20 веке. Там, где нет монархии, подобные объекты недвижимости, как правило, превращаются во что-то вроде всесоюзной здравницы. А напомню, что в 30-е годы 20 века в Испании монархии не было. Она появится, возродится, как феникс из пепла, гораздо позже. И наша история нас сама к этому еще приведет, если мы в ней как следует разберемся. Так что Хоакин Родриго явно без особых удобств, привилегий или преференций жил здесь далеко не один, а в числе очень многих других граждан, которым довелось провести отпуск именно в Иранхуевске. Какой красивый дворец, друзья? Возможно, он в середине 20 века выглядел несколько иначе, чем при Филиппе IV или сейчас, но потрясающей красоты. И как слепит солнце, ой, хоть оно и низкое, зимнее, но прямо в глаза. Друзья, возможно, это последняя деталь, которая, если бы понадобилась, могла стать наводящим вопросом. Хотя, в принципе, уже никаких вопросов не осталось. Даже такого прямого, яркого, солнечного света Хоакин Родриго не видел, потому что он не видел вообще ничего. С трех лет после перенесенной очень тяжелой формы дифтерита, когда все думали, что малыш умрет, но он выжил, однако лишился зрения. И, как вы понимаете, это очень многое объясняет. Вот почему среди источников вдохновения, послуживших стимулами для создания Оранхуэского концерта, несомненного шедевра, однако особым образом окрашенного шедевра, упоминались только запахи и звуки, и не было никаких изобразительных рядов, потому что такой изобразительный ряд Хоакин Родриго себе не представлял. Он понятия не имел, как выглядит этот дворец, насколько удобный, насколько красивы те апартаменты, в которых он жил здесь. Кстати, не исключено, что в это свадебное путешествие их с женой привело что-то вроде путевки от всеиспанского общества слепых, если такая существовала. Не будем сейчас в этом разбираться, важнее другое. Обратили ли вы внимание на такие точечки, которыми наряду с латинскими буквами подписан здешний памятник сеньору Родриго. Ну вот тот, который местные жители называют словом «ля кабета», то есть «голова». Это шрифт Брайлевский. Это та система записи, которая распознается только на ощупь и только теми людьми, которые ей обучены. Для полностью незрячих людей она предназначена. Это та система записи, по которой написан физически автором и Аронхуевский концерт, и все другие его произведения. И надо сказать, что очень многие люди, которые, как и мы с вами, конечно же, знают, но вроде как не очень точно помнят эту музыку, узнав подробность, о которой мы с вами сейчас друг другу напомнили, испытывают довольно острое желание еще раз переслушать это произведение и еще раз совершенно по-новому испытать все то, что оно нам сообщает звуками. Да что там дворцы, сады, парки, университетские аудитории, театры, концертные залы. Хоакин Родриго, сто лет почти проживший, так ни разу в жизни и не увидел, он просто не знал, как выглядит его собственная жена или его собственная дочь. Однако это нисколько не мешало маэстро пламенно и искренно их любить, хотя не факт, что он все бы отдал, чтобы увидеть эти лица. У таких людей особая психология, но в нашем случае мы знаем точно, никакая психология не мешала Хоакину Родриго быть абсолютно нормальным человеком, гораздо нормальнее, чем многие из нас. И тому гарантий прежде всего его собственная музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Хоакин и Виктория. Здесь даже не нужны фамилии. Родриго и Ками достаточно имен. Супруги похоронены вместе на городском кладбище святой Изабель в Уранхуэсе. Это общеизвестный в Испании факт. И вот их надгробие, даже не надгробие, а целый настоящий монумент, в котором соединено все важное для них и для тех, кто остался. И крест, и гитара, и вот нотная строчка. Здесь прямо так и написано, как будто бы авторской рукой с этим знаменитым гитарным форшлагом. Это медленная, средняя часть Эрнхуэсского концерта. Вон, Адахио, как по-испански пишут, и автограф Хоакина Родриго. Есть еще один тоже общеизвестный факт, о котором, правда, сам сеньор Родриго никогда и никому не говорил. Но у него не получилось унести это с собой сюда, в могилу. В мемуарах его супруги эта информация все-таки опубликована и не зря, потому что она многое проясняет. Короче говоря, друзья, чудес, конечно, не бывает. Мы все это знаем, но раз в жизни чудо все-таки может произойти, причем именно с тем человеком, который совершенно в него не верит и совершенно к нему не готов. Происходит это так в случае с Эрнхуэским концертом. А Эрнхуэский концерт несомненное, явное, музыкальное чудо. На старые, дорогие сердцу и достаточно давние, привычные воспоминания, сладкие, конечно же, внезапно наваливается острая новая боль, которая еще не успела стать воспоминанием. Как мы помним, в 33-м году, в январе и феврале, эта пара, Хуакин и Виктория, провели здесь несколько незабываемых недель, конечно же, отлично, на всю жизнь это запомнили. Затем, в 39-м году, тоже в начале года, практически ровно через 6 лет, пара возвращается в Париж из Германии, где произошло что-то, чему не смогли помочь самые опытные, добросовестные немецкие врачи, и что помешало Виктории благополучно выносить ее первую беременность. Легко представить, в каком состоянии психологическом находятся оба супруга, но есть некие косвенные данные, которые позволяют нам утверждать, что все-таки в более опустошенном, в более отчаянном состоянии духа находился Хуакин, нежели даже Виктория, поскольку он переживал и за неродившегося ребенка, и за супругу, как она, как она это перенесет, выстоит ли она, не сломит ли это ее желание жить, ну и так далее. И главное, он особенно остро, предельно остро ощущал свое бессилие ей помочь. И вот ровно в этот момент он берется за гитару, к которой раньше никогда не обращался как композитор, и за ту самую тему, медленной части Оранхуевского концерта, которая потом станет нотной строчкой на его могиле. Вот, собственно, импульс, источник вдохновения, стимул, назовите как хотите. Вот из чего родилось произведение, которое, разумеется, станет классикой, и, разумеется, потом будут говорить, что автор воплотил в нем всю многовековую историю и испанской музыки, и саму душу, сам смысл испанской истории и традиции. Говорить можно все, что угодно. Перенесемся теперь в 40-й год. Либо в Барселону, либо в Мадрид, либо в ноябрь, либо в декабрь. Присутствовала ли Виктория на этих премьерах, на волнительных первых появлениях Оранхуевского концерта перед публикой? Да, безусловно. Причем, ей было уделено особое внимание публике, потому что дама была в столь интересном положении, которого невозможно не заметить. Их дочь Сесилия благополучно, спокойно, счастливо, здоровый, веселый ребенок родится 27 января следующего 41-го года. То есть, вы сами понимаете, кардинально изменилась ситуация, однако волнений не меньше, а больше. Вот что такое Оранхуевский концерт с точки зрения обстоятельств его появления на свет. И что бы там ни говорили, старая-то музыка или нова, она могла быть только такой, какая она есть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Монархия, она, конечно, не банкнута в 500 евро, чтобы всем нравиться, и до сих пор, знаете, кто-то в восторге, а кто-то по старой привычке кричит «Долой самодержавие!» Мы, конечно, помним, сколько драматических, трагических, страшных событий пережила Испания, а вместе с ней и Хоакин Родриго, который является свидетелем всего 20-го столетия от самого начала до самого конца, и все эти события так или иначе связаны сначала с крушением, а потом с медленным, аккуратным восстановлением монархии в стране. Но чем она однозначно, безусловно, хороша, монархия, никогда нет никаких проблем ни с наградами, ни со званиями. Как красиво в рыцари посвящают заслуженных, достигших успеха людей в Великобритании. Но здесь добавляются еще и титулы иного рода. И вот 30 декабря 91-го года на исходе 20-го века и в год своего 90-летия Хоакин Родриго здесь, в Мадриде, в Королевском дворце с самим Хуаном Карлосом Первым Бурбоном был торжественно возведен в полноправное потомственное испанское дворянство. А это значит, что титул переходит к его потомкам, что и произошло успешно. А в правильном переводе этот титул звучит так «Маркиз садов арнхуэских». То есть, как бы считается, что «Маркиз» владеет именно тем, чем на самом деле владеть невозможно. Не самим объектом, а вдохновением, которое послужило причиной возникновения шедевра и которое теперь он разделяет со всеми, кто слышит. Ранхуэский концерт «Маркиза Родриго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Маркиз» Красивый, интересный, содержательный и глубокий, кстати, далеко не только гитарной музыкой, который Хоакин Родриго наряду с арнхуэским концертом весьма немало сочинил. Непременно мы бы тоже занялись. Но сейчас, похоже, в мире всем не до этого. Все очень заняты тем огромным валом хлопот, которых сеньор Родриго больше всего доставил знаете кому? Людям профессионально занятым охраной авторских прав. Дело даже не в том огромном вале перепевов, цитат, кавер-версий, ремиксов на арнхуэский концерт. Дело прежде всего в том нереально большом числе людей в сегодняшнем мире их десятки миллионов, которые по-прежнему твердо уверены, что Хоакин Родриго автор нетленного шедевра, причем ровно одного, это такая поросшая бельем легенда испанского средневековья. Это откуда-то из 16, 15 или 14 века. И поэтому, например, права его не охраняются. Я надеюсь, мы убедились в том, сколь сильно они заблуждаются. Вот такая получилась история. Вы сами видели, что простая, пожалуй, даже слишком простая, и что в ней действительно многое неправильно, не точно, не выверено, не сходится, но ничего уже поправить невозможно. А тот успех, который является ее сутью, ее сердцевиной, действительно невозможно ни разгадать, ни развить. Его можно и нужно, только повторять много-много раз подряд. Причем это и вправду никому никогда не надоест. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова